В сентябре до Каневча исполняется 43 года, и мы проведем для вас экскурсию от крыши до сцены. Вместе со съемочной группой на экскурсию пришли активисты движения первых. Открылось здание в 1981 году как дворец культуры и техники нефтяников, а в 2000 году уже получил свое нынешнее название. В фойе на втором этаже гостей встречают уникальные скульптуры, музы. Зрительный зал является одной из самых больших площадок на юго-востоке республики. В нём 987 посадочных мест. Бережёт зрителей от пожара асбестовая стена. При необходимости 16-тонная завеса опустится и станет преградой от огня на сцене. За занавесами установлены специальные ракушки, чтобы на концертах отражать звук, и тот полностью уходил в зал. На сцене за подготовкой к выступлению мы застали этноэкспериментальный проект ABM Project. Дуэт занимается переработкой народных песен и другого фольклора. Владимир помнит, как приходил заниматься в кружке ещё ребёнком. Коллектив музыкантов с дворцом культуры связывает давние истории. Они не только здесь выступают, ещё и работают. На двоих у дуэта больше 40 лет стажа. Используют музыканты в выступлениях более 17 инструментов. И заняться творчеством их побудила простая причина. Владимир и Артур показали нам звукозаписывающую студию. В зимнем саду обитают растения, аквариумные рыбки, попугаи. Один из них Гога живёт здесь так долго, что даже самые давние сотрудники не знают его возраста. Также на втором этаже расположилась библионефть. Обновлённое пространство объединяет в себе читальный зал, детскую игровую зону, лекторий, конференц-зал. Изменится и балкон библиотеки. На террасе планируется разместить летний кинотеатр, каворкинг-зону. «Это была очень старая опорная научно-техническая библиотека. Здесь у нас находилась такая литература, как физика, математика, отраслевая, нефтяная литература. Сейчас пока мы оставили вот этот вот старый фонд нефтяной литературы». Выше находится танцевальный зал, где тренируется народный ансамбль танца «Эльметем», который прославляет Альметевск на многих российских и международных конкурсах, завоёвывая призовые места. Всего в ансамбле пять возрастных групп. Рядом расположилась репетиционная народного хора русской песни «Дубравушка». Ансамбль трижды подтверждал звание народный, не раз одерживал победу в республиканских и международных конкурсах. Также в ДК Невче базируются и другие музыкальные, хореографические и спортивные кружки и секции. Ещё одна гордость ДК Невче – это паркетный зал. Здесь проходят Сретенский бал, мастер-классы и другие танцевальные мероприятия. Сами сотрудники Дворца культуры занимаются и спортом. В подвале стоит теннисный стол, где проходят тренировки, и на городских соревнованиях они занимают призовые места. Скоро изменит свою цветовую гамму вывеска учреждения. С приходом нового директора Рамиля Садриева во Дворце культуры в целом происходит много перемен. ДК вошёл в союз концертных организаций России. Появились современные пространства, фестиваль притяжения музыки, молодёжный сессионный оркестр нота, новые гримерки и многое другое. Раскрыли наши съёмочные группы и планы по трансформации бывшего помещения телекомпании. Здесь появится креативная резиденция «Алмарт», мастерская рукоделия, печати, фото- и видеостудия, зал для различных круглых столов и мастер-классов, театральная лаборатория. Чулпан Масалова, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.